Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих. На вопрос, можно ли молодую рассаду поливать сверху по листьям, ни между ряди, ни под корень, однозначного ответа нет. В предыдущих видео я говорила, что рекомендуется все-таки, когда рассада маленькая, она еще слабая, не окрепшая, поливать вот между вот этими рядками. Но вот видите, бывают такие ситуации, у меня вот этот лоток, я половину распикировала, а половину у меня осталось. Ну просто бывает нет времени, бывают еще какие-то обстоятельства. И она так уже разрослась, что в между ряди попасть туда невозможно. И вот у меня перец, посев на школку такой загущенный, что между ряди там найти сложно. В этих случаях, конечно, при поливе попадает вода и на листья, тут я поливаю уже никак туда мне не пробраться, поливаю хоть как. Но именно для этого в такие, в каждый раствор я добавляю средства, которые будут, как сказать, не позволят листьям вот молодым этим загнить. Потому что если будете поливать простой водой, то вот здесь вот, если жидкость надолго останется, простая вода, могут подгнить молодые листики. Для этого добавляю средства, почему поливаю? Именно с фитоспорином или вот с этим HB101 или слабый раствор марганцовки. Если вы используете вот эти дезинфицирующие растворы, тогда при поливе на листья, даже если вода будет оставаться, ничего страшного не будет. Они, ну не то, что они стерильные, но они не позволят вот этой грибковой микрофлоре негативно сказываться на росте, никаких загниваний не будет. Поэтому, конечно, лучше всего поливать в между ряде и под корень. Но если вот такие разросшиеся посадки, если уже рассада сомкнула листья, то ничего страшного, поливайте и по листьям, просто раствор должен быть подготовлен специально. Вот сегодня у меня HB101, в прошлый раз был фитоспорин. Иногда я просто готовлю слабый раствор марганцовки. До свидания! Вот этот был краткий видеоролик на вопрос, можно ли молодую рассаду поливать по листьям. Не рекомендуется, но иногда обстоятельства заставляют нас это делать. До свидания! С вами была Ольга Чукова.